Добро пожаловать в Toyota Center Engels В мае на весь модельный ряд Toyota действуют специальные сниженные цены А на модель RAV4 мы подготовили для вас выгоду 200 000 рублей Подробности по телефону отдела продаж 75 75 75 Здравствуйте, это новости на канале Саратов 24 Мы работаем в прямом эфире, меня зовут Павел Фитилев Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу И вот о чем пойдет речь Не знают, что будет Представители Росавиации вылетают из Москвы, летят в Саратов По пути проверяют работу Сегодня обсуждали судьбу саратовских авиалиний Подрастут В первую очередь рост цен на энергоресурсы Саратовцы будут больше платить за жилищно-коммунальные услуги Лучших повесили на доску Вместе мы сила, скажу я так В городском парке обновили информацию о многодетных семьях региона Какая погода на дворе ждет нас в среду 23 мая Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский Не переключайтесь Останемся без крыльев Сегодня в областной думе собрали рабочую группу Тема обсуждения – судьба саратовских авиалиний На днях в связи с проверками Росавиации компания приостановила продажу билетов Меньше чем через сутки ее возобновили снова Но ограничения до конца пока так и не сняли Надежда Новикова узнала, когда в деле саратовского воздушного перевозчика поставят точку Один ответил за всех Сегодня в региональном парламенте прошла рабочая группа Обсуждали судьбу саратовских авиалиний На нее пришли народные избранники Представители Роспотребнадзора Также представители транспортной прокуратуры И лишь один представитель саратовских авиалиний Ну возьмите с инициативой выйти из Росавиации Чтобы вам дали ответ и так далее и тому подобное Или хотя бы дайте нам информацию Соответственно мы будем реагировать Тогда если у вас нет полномочий После трагедии, которая произошла 11 февраля Началась активная проверка со стороны Росавиации Наших саратовских авиалиний Как утверждают представители Сарави Все замечания были устранены И сейчас у Сарави есть какие-то проблемы с задержками рейсов Потому что не хватает судов Аэрофлот опять же готов уже сегодня увеличить частоту рейсов А после чемпионата мира увеличить частоту рейсов в 2 До скольки? До скольки частоту он готов увеличить? И почему вы об этом знаете? А мы ничего не знаем, Василий Михайлович На данный момент Сарави частично возобновили продажи билетов на внутренних направлениях Сообщается о принятии решения лишь сократить на 50% программу чартерных международных полетов На весь июнь А в Росавиации рассматривается заявка авиакомпании о снятии ограничений сертификата эксплуатанта Решение должно быть принято не позднее 27 мая Сразу, как только пройдет однодневная проверка Проверяют маршрут То есть это проверка работы экипажа, наземную службу на маршруте так называемый Это называется маршрут перрон То есть представители Росавиации вылетают из Москвы Летят в данном случае в Саратов По пути проверяют работу экипажа Как и следовало ожидать, эта рабочая группа закончилась одними разговорами Будут все ждать конца мая Тогда уже будет понятно, что решит Росавиация После контрольной проверки будут ли летать самолеты И будет ли работать наш старый саратовский аэропорт Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов-24 Жизнь подорожает В регионе повысит тарифы на коммунальные услуги Но не с июня, а как и планировалось с 1 июля Об этом сегодня рассказали областные чиновники Максимум цены вырастут почти до 6% Это в два раза больше, чем обещали раньше Рост тарифов в концессии водоснабжения Саратов на холодную воду Изменится на 7 с небольшим процентов Горячее водоснабжение на процент с небольшим А вот водоотведение почти на 4% Платить больше саратовцы будут и за жилищно-коммунальные услуги Чиновники объясняют, что это вынужденная мера Существенным фактором, влияющим на рост тарифов Это в первую очередь рост цен на энергоресурсы Газ и электроэнергия Здесь это полномочия прерогатива не региональных органов власти А федеральных органов власти Поэтому автоматически уже за ростом цен на электроэнергию и газ Растет стоимость куба воды и 1 гикокалорий тепловой энергии Потому что в структуре тарифа на тепло более 60% это занимает газ В структуре затрат на подачу 1 куба воды порядка 40% это затраты на электрическую энергию Их теперь знают в лицо Фото 10 лучших семей губернии разместили в городском парке Отбор тех, кто здесь появился, шел по особым критериям И за определенные заслуги В основном это супруги, которые воспитывают больше двух детей В Доме культуры для них организовали концертную программу Как попасть на доску почета, знает Полина Попенец Появились новые имена Фото лучших семей губернии повесили на доску почета в городском парке Смена так называемой экспозиции происходит ежегодно с 2008 года Этой чести были удостоены больше сотни семей В этом году в топ-10 попали жители разных районов области Мы сейчас находимся в Доме культуры России Сегодня здесь лучшим семьям будут вручать свидетельство занесения на почетную доску А рядом со мной находится министр социального развития нашего региона Лариса Викторовна Калязина Здравствуйте Добрый день Есть ли какие-то критерии отбора лучших семей? Скажите, пожалуйста Ну, безусловно Прежде всего, это те семьи, которые занимают активную жизненную позицию Которые являются участниками различных мероприятий Вот что входит в понятие достойного воспитания детей? Достойное воспитание детей Но это прежде всего достойное воспитание человека Человека, который приносил бы пользу своей семье прежде всего Своему государству Тому месту, где находится этот человек Одна из семей, которую занесли на доску почеты Это семья Мельниковых Здравствуйте Скажите, пожалуйста Я знаю, что у вас очень-очень творческая семья Чем вы занимаетесь? Я лично занимаюсь и живописью, и керамикой И также был опыт работы режиссером, мультипликатором Скажите поподробнее, что за мультфильм вы сделали? Ну, один из мультфильмов, который я снял Я был автором сценария, художником Назывался «Страсти по шагалу» В десятках стран был показан на различных фестивалях В чем секрет успеха вашей семьи? Ну, мы вместе, мы сила, скажу я так После вручения состоялся галоконцерт с участием финалистов 6-го областного конкурса «Семейный Олимп» Его проводят на территории Саратовской области с 2013 года Цель – формирование позитивного имиджа семьи, развития и распространения лучших семейных ценностей и традиций В этом году в конкурсе приняли участие больше 30 семей области В финал конкурса вышли 7 семей, которые воспитывают больше двух несовершеннолетних детей В Крыму автоинспектор устроил пьяную аварию Погибли женщины с ребенком ДТП произошло на трассе Ялта-Севастополь Машина автоинспектора выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя легковушками В одной из них находилась молодая мама с годовалым малышом Оба погибли Патрульного задержали очевидцы Алкотестер показал, что сотрудник был сильно пьян, сообщает Интерфакс О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны» Пожар на бывшем военном полигоне в Удмуртии потушили, правда, только на шестые сутки Возгорание началось еще в прошлую среду Природный пожар привел к взрывам снарядов на территории бывшей воинской части Она располагается недалеко от поселка Пугачево Причина ЧП – загоревшаяся сухая трава Пламя тушили с вертолетов и самолетов Пожарным помогали спасатели и военнослужащие, сообщает Комсомольская правда Под Псковом разбился автобус со школьниками, ехавшими на экскурсию Многотонная машина вылетела в кювет Обошлось без жертв Помимо взрослых в салоне находились 26 учащихся Половина из них получили различные травмы Авария произошла по вине водителя автобуса, уверяет патрульная Мужчина не удержал руль и машина на большой скорости съехала с трассы, сообщает независимая газета Сборная России по футболу пообещали 2 миллиарда рублей Таков размер премии, если наши спортсмены завоюют кубок В случае проигрыша в финале турнира сумма будет скромнее – чуть больше миллиарда рублей Если же сборная России не выйдет из группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией Никаких денег не будет, сообщает московский комсомолец Речь идет не только о самих футболистах, но и о тренерском штабе, менеджерах, врачах и администраторах Открыли официально в Саратове стартовал Собиновский фестиваль Подробнее об этом расскажем после рекламы и прогноза погоды от Александра Новохадского Оставайтесь с нами Генеральный спонсор прогноза погоды – сеть магазинов Светофор Вы думаете, что низкая цена мечта – реальность? Экономьте вместе с сетью магазинов Светофор Светофор. Экономить не только полезно, но и модно Светофор. 800 магазинов по всей стране Светофор. Продукты питания, мелкая бытовая техника, бытовые принадлежности и многое другое Светофор. Низкие цены мечта – реальность Улица Прудная, рынок комсомольский Здравствуйте. В среду 23 мая в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове Переменная облачность. В отдельных районах возможен кратковременный дождь Ветер юго-восточный порывистый. Днем от 20 до плюс 30 А ночью от 22 до плюс 14 До 9 июня. По многочисленным просьбам жителей Саратова Психолог, психотерапевт Лаптев Андрей Викторович Проводит авторский тренинг «Я страстно хочу похудеть» Информация на сайте докторлаптев.ру А в Саратове и Энгельсе сухо и комфортно Температура днем до 27, а ночью до 18 градусов выше 0 Атмосферное давление около 761 миллиметра ртутного столба Наши предки в этот день ходили по полям и лесам, собирая разные травы Которым приписывали особенную целебную силу Так как земля в этот день считалась именинницей Всем добра и здоровья. До встречи А спонсор прогноза погоды агропромышленный комплекс «Фанагория» Который предлагает саженцы роз и винограда из собственных питомников Все растения адаптированы к местным климатическим условиям Какого бы цвета ни была роза, она всегда остается королевой цветов Саженцы роз из российского специализированного питомника Спрашивайте в сети магазинов Саратова и Энгельса Агропромышленной фирмы «Фанагория» 31-й по счету в Саратове открыли Собиновский фестиваль По традиции он проходит в театре оперы и балета Любители классической музыки на протяжении двух недель смогут посещать концерты Программа очень насыщенная Сегодня играли Римского-Корского и Глинку Полина Попенец отправилась на один из самых популярных музыкальных фестивалей В Саратовском академическом театре оперы и балета Открылся 31-й Собиновский музыкальный фестиваль В зале полный аншлаг, все места заняты, очень много молодежи Но есть и те, кто приходит послушать классическую музыку со дня основания этого фестиваля С 1986 года мы нашли таких людей и вот что они нам рассказали Вы знаете, я все-таки вспоминала, кстати, думаю, когда же я первый раз Чуть ли не 30 лет назад Вот, да, и вот с тех пор ни одного года не пропустила Ну, я вообще люблю классическую музыку и каждый фестиваль стараюсь посещать И поэтому сегодняшний концерт более интересен Перед зрителями с приветственным словом выступил глава региона Валерий Радаев Он отметил, что этот фестиваль уже стал символом нашего города Фестиваль традиционно вмещает в себя целый класс ярких событий театрального сезона И сам остается заметным событием в российской культуре На концерте открытий прозвучали произведения римского Корсакова Шествие князей Кантанта, песни о Вещи Малеге Финальная сцена оперы Руслан и Людмила Михаила Глинки Традиция каждую весну проводить в Саратове оперный фестиваль Зародилась в 1986 году Первый всероссийский фестиваль оперного искусства Был назван в честь великого русского тенора Леонида Витальевича Собинова Любителей классической музыки ждет насыщенная программа Продлится Собиновский фестиваль до 6 июня Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24 Тысяча саженцев, необычные подарки и море позитива В сквере Дружбы народов в заводском районе прошел финал эко-марафона 2018 Организатор мероприятия «Комсомольская правда» в Саратове Главная цель праздника – сделать заботу об окружающей среде привычным делом для каждого К высадке деревьев присоединились и почетные гости Нина Запайкина расскажет подробности Эти молодые деревья появились в сквере Дружбы народов совсем недавно 40 каштанов здесь высадили жители Саратова Число саженцев тоже символично Это в первую очередь экологическая акция Но в этом году еще хотелось бы ее посвятить в том числе одному из наших изданий Которое входит в наш медиахолдинг Это аргументы и факты В этом году он отмечает свое 40-летие Поэтому 40 каштанов мы совместно с партнерами высадили здесь, в заводском районе Эко-марафон стартовал еще 28 апреля по инициативе популярного издания «Комсомольская правда» в Саратове В течение двух недель на пришкольных участках и в скверах Саратовцы высадили почти тысячу саженцев, клена, березы и липы Многие даже отменили важные дела, чтобы принять участие в экологическом празднике и посадить свое дерево Я сегодня даже не поехала на дачу из-за этого Я посадила это дерево, каштан, и назвала его галиной В память о стаинце Это облагораживает город То есть, в принципе, Саратову не хватает зеленых насаждений Это довольно-таки грязноватый город И сделать его чище, это всегда очень приятно Ведь все мы тут живем И зачем, если предоставляется возможность, ее не воспользоваться Участие в эко-марафоне принял и генеральный директор русской гуманитарной миссии Евгений Примаков Вместе с жителями он высадил в сквере саженец каштана Посадить дерево и выиграть суперприз У каждого участника эко-марафона был шанс стать счастливым обладателем виртуальных очков шлема для компьютерных игр от генерального партнера мероприятия Повезло ученице школы номер 8 Много эмоций, потому что редко бывают такие марафоны вообще, в принципе Редко бывают такие розыгрыши, поэтому очень приятно Развлекали горожан и веселыми конкурсами, а также выступлением артистов Организаторы уверены, что эко-марафон станет ежегодной доброй традицией и объединит многие поколения людей Нина Цапайкина, Алексей Фенин, Саратов, 24 И последнее, здоровые ноги по современной методике Для лечения варикоза врачи Омега-клиник начали применять способ склеивания вен Новую флебологическую процедуру сложно даже назвать операцией Ведь после нее пациент остается не в стационаре, а практически сразу возвращается к своим делам Наши журналисты узнали, в чем преимущество новой методики И почему многие жители столицы предпочитают лечить свои ноги именно в Саратове Я же с вами прощаюсь, до встречи Лечить варикоз без операции, без наркоза и боли реально Саратовским врачам это под силу В Омега-клиник для этого применяют современные способы лечения Проблемную вену склеивают специальным биологическим клеем Флебологи клиники первыми в Поволжье провели уже несколько подобных процедур И делятся своими успехами с коллегами Специалисты собрали в апреле ведущих хирургов-флебологов Саратовской области На научно-практическую конференцию Где наглядно показали новейшие методы лечения варикоза Лазером, радиоволнами и биоклеем Хирурги Омега-клиник в прямом эфире провели несколько высокотехнологичных операций Сегодня жителям Саратова и Саратовской области Нет необходимости ехать за границу за современным лечением Наоборот, поправлять свое здоровье сегодня приезжают именно в Саратов Это уникальная методика, которая позволяет совершенно безболезненно склеить проблемную вену и забыть про свои проблемы Это моментальный эффект, который виден на УЗИ Вся процедура сопровождается ультразвуковым контролем И мы совершенно точно видим, где располагается катетер Сколько мы клеили и видим сразу же результат этой коррекции Основное преимущество процедуры склеивания вены После нее пациент не лежит в стационаре Ему не нужен больничный лист и можно практически сразу вернуться к своим делам В Омега-клиниках операции по лечению варикозной болезни выполняют специалисты высокого класса Главная ценность – это коллектив Омега-клиника Мы уже больше 25 лет работаем над различными вопросами флебологии Наши коллеги являются участниками всех флебологических конференций И в течение последних 20 лет разрабатывают самые современные нетравматичные вмешательства по флебологии Специалисты напомнили главные меры профилактики Не нужно ждать, пока появится боль и отеки При появлении первых симптомов варикоза обязательно нужно приходить к врачу Тем более, что вылечить практически любую форму заболеваний вен сегодня можно без операции Доктора Омега-клиник каждый день возвращают ногам своих пациентов здоровье и красоту Добро пожаловать в Toyota Center Engels В мае на весь модельный ряд Toyota действуют специальные сниженные цены А на модель RAV4 мы подготовили для вас выгоду 200 тысяч рублей Подробности по телефону отдела продаж 75 75 75 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин